Тимати Гуф. Поколение. Перед релизом трека Тимати разместил видео, в котором они слушают твой бит. Расскажи изначально, как он вообще к ним попал? Это было техзадание или ты просто придумал бит и отправил его заценку? Да, Тиман сказал, что ему нужны биты. Присылай. Просто говорит, нужны биты и можем встретиться через недельку на студии. Я вот всю неделю писал просто биты, не знаю, битов по пять в день. Правда, я хотел, знаешь, угодить. И я, получается, пришел с паком битов, он отобрал что-то для себя. И вот по итогу, через время, я не знал, что выйдет. Я не знал, он что-то записывает или нет. И потом я просто уже увидел в Инстаграме, смотрю, открываю видос, мне все начали кидать. Это круто для меня, знаешь. И типа, по лагину на бит, они сидят с Гуфом в тачке. Ну, короче, это круто. Вот так вот это и произошло. То есть это было техзадание. И как быстро они потом на него записались? Ну, походу, он уже был записан, раз они в тачке снимали. Ну, вот с момента того, как он отобрал твои биты и до момента выхода трек. Может месяца три. Ну, это нормально. Тебе понравилось то, что получилось? Да. Ну, вообще, ну как... Кстати, у нас с Гуфом уже был трек. Это Миша Крупин, Яна, Фит Гуф. Это тоже был мой бит. Это вот наше первое взаимодействие с Гуфом. Это тоже, конечно, круто. И круто, что через время опять получилось с ним косвенно поработать. А вообще, как появился твой тег по лагину на бит? О, это вообще шикарная история. И еще, знаешь, все говорят, что тег... Ну, короче, его первая версия была, это по лагину на бит. Гоу. Ну, короче, это... Гоу. Как у Мостарда на бит. Короче, я не заказывал этот тег. Мне его подарил Кент на день рождения. Он прям нашел на Санклике типа, который делал Metro Boomin' Вон Са Монега. Который делал 808 Mafia. По всем вот этим... Диджей Мустард. И он заказал... Конечно, это чувак, который делает всем теги за деньги. И он заказал у него по лагину на бит. Ну, короче, со временем по лагину на бит осталось, а гоу я уже убрал. А гоу осталась, версия гоу? Да, конечно, вообще поколю. Вот какой он был в самом начале. Вот какой тег был в самом начале. По лагину на бит, гоу. По лагину на бит. Гоу, как у Мостарда на бит. Ну, так как это подарок, подарки нельзя судить. И, видишь, он мне очень пригодился на самом деле, этот тег. Ну, он тебе вообще известен. Ну, да, он мне сделал все-таки. Наверное, как раз из G-host-райтинга какого-то он меня и вытащил. Это именно этот звучок, ты понял? Ну, это Nexus. Тоже Nexus. Да, это Nexus. Вообще просто офигенный бит. И он, посмотри, какой простой. Вот тут, кстати, мне даже интересно, сколько по времени ушло на это все. Потому что... Project Info. Час и 40 минут. Это, наверное, все-таки даже меньше ушло. Ну, да. Но это по-любому, что я еще сидел, знаешь, и слушал так много раз. И что-то там крутил. Я, тем более, делал в тот момент по 5 битов в день. И это был один из них. Да, это один из них. Ну, знаешь что? Я очень много сижу там, эквализирую браз. Или там сижу, ну, потому что что-то делаю. И поэтому я сохраняю потом как сэмплы. Потому что я слишком большую цепочку сделал. Вот, и, наверное, на это я больше... И самое главное, ты делаешь это все на трезвую голову. Ну, конечно, на трезвую голову, да. Некоторые не могут творить там на трезвую, там, либо выпивать, либо что-то... Ну, ты делаешь себя зависимым тогда от таких веществ, знаешь, которые стимулируют тебя. Но ты же должен и сам по себе что-то представлять, и что-то делать. Вот яркий пример, друзья. Все на трезвую голову. Десятки работ, которые играют везде просто. Они работают трезвые. Я трезвые только свожу. Сейчас, да, хочется просто мелодию какую-то найти, знаешь, что-то, чтобы чуть-чуть подзацепило. То, ну, драмкитами, ну, сложно зацепить, знаешь. Поэтому самое главное, какие-то мелодии. А здесь на мастере тоже ничего нет? Exciter. Мне очень нравится, что он mid и side делает, и я делаю tape, понял, как? Кристаллизирую. Ну, короче, вот. Слышишь? Слышишь, какой верх? Да. Мне нравится, как такое. Глухо. Ну, вон, оно открылось. Да, поэтому... А следующее, что в цепочке? Следующее в цепочке. Да, из-за топ-максимайзер. А пользуешься ли ты когда-нибудь вообще родным линьмитером фротилупса? Ну, как гейт. Дорогой друг, это была только малая часть выпуска. Полную ты можешь найти в описании, в ссылочках, либо кликнув по подсказке. И также заглядывай в мой инстаграм. Там за день до съемок я публикую пост с анонсом выпуска, в котором ты можешь задать вопросы будущему герою. Также спасибо тебе за просмотр. Напиши в комментариях, как тебе выпуск. И до новых встреч.